Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Больше месяца двери музея в Подмосковье были закрыты для посетителей. Чем в это время занимали сотрудники Одинцовского историко-крееведческого музея? Об этом сегодня расскажет Светлана Геннадьевна Раханова, директор музея. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна! Здравствуйте! Я так понимаю, что вот эти полтора месяца, несмотря на пандемию коронавируса, вы не скучали. Было много разных мероприятий в модном сейчас формате онлайн. Абсолютно верно. Музей ни на минуту не прекращал свою деятельность. Каждый день, абсолютно каждый день на наших страницах в соцсетях были расположены ролики, какие-то мастер-классы, презентации. Мы рассказывали о событиях в стране, мы рассказывали о событиях, которые, к сожалению, не произошли у нас воочию в музее. И, к сожалению, были отменены, потому что была сложная ситуация. Наши сотрудники обучились очень многим вещам, которые даже и не думали, что им когда-нибудь это нужно будет. Потому что вся деятельность ушла в онлайн. Мы старались рассказать о музейных предметах, которые не выставлены в экспозиции, которые можно увидеть только на презентации. Ну, возможно, они когда-то будут экспонироваться в других выставках, но на сегодняшний день их не умеем посмотреть. Мы рассказывали о наших героях, о людях, чьими именами названы улицы. Ко Дню России мы первый раз в жизни сделали открытие виртуальной выставки. В этом нам помогла Ольга Винтер. Она секретарь Союза Одинцовского отделения Союза художников. Огромное ей спасибо. Друзья музея не покинули нас ни на минуту. Виктор Воронкин провел онлайн четыре лекции, где можно было посмотреть эту лекцию, послушать ее и тут же задать вопросы, на которые он отвечал. Сейчас запись всех этих лекций, она выложена в сети, можно посмотреть. То есть вот такие новые форматы оказались нам тоже по плечу. И я могу сказать, что даже когда двери откроются в нашем музее и наконец-то наша уличная экспозиция наполнится детским смехом, мы от этих форм общения виртуальных отказываться уже не будем. Потому что поняли, что это тоже очень важно, это очень интересно. И в общем-то мы уже неплохие операторы, звукорежиссеры и неплохие дикторы. То есть у нас уже мы научились уже даже говорить на камеру и рассказывать на камеру. То есть есть какие-то положительные моменты вот у этого закрытия. Ну, примерно полтора месяца, наверное, музей не работал. Ну, чуть больше. Чуть больше полутора месяцев. Правду говоря, да, жизнь наша больше не будет прежней. Теперь мы будем совмещать уже разные форматы. А вот какой формат, скажем так, востребований у посетителей? Ну, конечно, живое общение – это всегда очень важно. Потому что, во-первых, видишь глаза тех, кто пришел. Ты слышишь их вопросы, то, что их интересует, то, что им интересно. И то, о чем, что называется, у них душа болит. И вот, собственно, формат онлайн-лекции – это, конечно, не заменяет живого общения. Но все-таки, ну, это такой шажок навстречу к нашим посетителям, к нашим зрителям, когда можно задать вопрос, и тебе тоже на него ответили. То есть вот если это идет, допустим, ролик или презентация, вопрос уже задать нельзя. А здесь можно. Ну, и к тому же, наверное, вот такой формат может охватить тех, кто, ну, по каким-то причинам не мог раньше добраться до музея, работал, учился, не было возможности, а здесь зашло в социальные сети. Вот за это время, практически за два месяца, мы выложили больше 50 роликов. То есть они все висят сейчас на наших страничках, можно их все посмотреть. Мы не собираемся их убирать. Там есть и мастер-классы, там есть и презентации, там есть и, вот, собственно, лекции онлайн, которые сейчас уже в записи, естественно, располагаются там. Ну, пожалуйста. А кто из сотрудников музея работал над созданием этих роликов? Все. Абсолютно все. Вот знаете, я даже не назову никого, кроме, наверное, уборщицы, потому что у нее и так было очень много задач. Ей нужно было все время держать, так сказать, обстановку такую. Чистоте и порядке. Ей просто было некогда. Абсолютно все. От смотрителя до ученого-секретаря все абсолютно делали ролики. Абсолютно все. Но я так понимаю, что, слава Богу, скоро мы можем вживую посетить Одинцовский историко-кореведческий музей. Когда, наконец, это состоится? Мы очень надеемся, что это состоится 26 числа. По крайней мере, мы готовимся к этой дате. У нас есть, так сказать, рекомендации, как мы будем работать. Мы, как вся страна, тоже меняем свой режим и подход к работе. Потому что болезнь серьезная, и мы серьезно к этому относимся. И мы хотим, чтобы все люди, которые придут к нам в музей, пришли к нам улыбающиеся и здоровые. И ушли от нас тоже улыбающиеся и здоровые. Еще и со знаниями. И со знаниями, да, с багажем знаний. Поэтому запись будет по телефону. То есть посещение только по предварительной записи. Да, по предварительной записи. Обязательно на территории музея все должны находиться в масках и в перчатках. Все сотрудники музея будут оснащены защитными экранами. То есть никто не будет общаться, вот как мы сейчас с вами. Ну, у нас полтора метра социальная дистанция есть. То есть мы сейчас расчерчиваем маршрут, где будут соблюдаться вот эти нормы полтора метра. Группы не больше пяти человек. Группы не должны пересекаться. То есть ни в коем случае ни на входе, ни на выходе никто не должен встречаться. Мы сейчас разрабатываем маршруты. Мы будем строго двигаться по схемам. Надеюсь, у нас все получится. А какие экспозиции будут открыты для посетителей? Конечно, будет открыта уличная экспозиция и первый этаж. Второй этаж пока мы не открываем. Пока не открываем, потому что кто у нас был в музее, знает, что на второй этаж у нас ведет достаточно узкая лестница. И организовать потоки так, чтобы не встречаться, практически невозможно. Поэтому пока-пока, какое-то время, надеюсь, небольшое, второй этаж будет закрыт. Также мы сейчас рассматриваем вопрос продолжительности работы музея. То есть сейчас он сработал всегда до шести. Скорее всего, он будет работать позже. Ну, это вы все узнаете из наших страничек. У нас все будут объявления. Всему свое время. Да, потому что, вы знаете, сейчас такое время, что я могу пообещать одно, а завтра выйдет какое-то постановление, например, губернатора, и уже все будет по-другому. Да, и будет все по-другому. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши странички. Вся информация, как только, так сразу будет там. Светлана Геннадьевна, давайте напомним нашим телезрителям. На первом этаже, что могут посмотреть посетители Одинцовского музея? Экспозиция первого этажа, она у нас, можно сказать, самая большая. У нас там несколько залов. Один из них посвящен космосу. Это большой зал. Мы его открывали в прошлом году в преддверии 85-летия Юрия Гагарина. Эта экспозиция будет работать. Дальше у нас идет политехническая выставка. Затем мы поворачиваем, так сказать, в основное здание музея. У нас там русская изба. Очень интересная такая, очень пользующаяся спросом экспозиция. Затем мы заходим еще в следующий зал. Там у нас будут промыслы. Затем археология. Выставка, которую мы, я надеюсь, мы сейчас ее обновим. Поэтому немножко про нее ничего не скажу. Как раз с Виктором Воронкиным мы сейчас на эту тему думаем, как это все красиво сделать. Может быть, к чему-то приурочено намекнем зрителям. Нет, ни к чему. К открытию. К долгожданному. И кабинет Якунчикова. Мы будем заходить в центральный вход, как мы обычно все привыкли. А выходить будем из зала археологии, там, где у нас пожарная лестница, чтобы никаким образом не повторять маршрут. То есть прошли и... И вышли. Да, и вышли. И попали опять же на улицу, где можно еще посмотреть, пофотографироваться и узнать что-то новое. Поэтому пока так. А кто будет проводить экскурсии для посетителей? Ну, во-первых, у нас есть экскурсоводы, прекрасные, чудесные. Все, кто был в нашем музее, с ними знаком. Также у нас есть методисты, которые абсолютно все владеют мастерством ведения экскурсии. Поэтому я думаю, что народу у нас будет достаточно, кто может принять. Но мы сейчас еще готовим экскурсию по городу. Мы ее будем, хотим сдать ее к первому сентября. То есть у нас будет экскурсия по городу. То есть первого сентября. Да, мы надеемся. Опять же, понимаете, если нам разрешат ходить, да, если нам разрешат ходить группами, если мы все-таки победим эту инфекцию ужасную, мы, конечно же, ее победим. Все от нашей ответственности тоже зависит. И как только нам разрешат перемещаться, я думаю, что мы будем... Такой новый продукт, который мы тоже еще никогда не делали, никогда у нас этого не было. Никогда в Одинцово. Да, не было. В нашем формате, нашего музея, никогда такой экскурсии не было. А у нас есть достопримечательности, о которых можно говорить. Какие планируете охватить в рамках этой экскурсии? Ну, во-первых, это наш, собственно, музей. Это дом купца и икончика. Вот, собственно, все ограничения по работе второго этажа, как раз с этим и связаны. Потому что здание-то старое, историческое. Да, да. Вот. Совсем рядом с нами находится вокзал чудесный и прекрасный, у которого большая история, интересная история. Даже в некоторых моментах спорная история. Но, тем не менее, она есть. Опять же, если брать наш небольшой, что называется, квадрат, то рядом еще дом купца Сорокаумова, где находится сейчас музыкальная школа. Это тоже удивительное здание, у которого тоже есть свои мифы и легенды. Это такой маленький маршрут, который я вам считаю. А большой, о котором мы думали, это, конечно, включает Гребневскую церковь. Конечно, пройдемся по городу, по центру. Посмотрим уже новые здания, да, новую нашу церковь, относительно молодую, но, тем не менее, прекрасную. Посмотрим площадь, поговорим о всех памятниках, которые там стоят. Начиная от памятника Ленина и заканчивая Стеллой, которая есть. Вот. Поэтому о чем рассказать и Одинцовцам, и гостям нашего города? Есть. Есть о чем рассказать. Осталось только дождаться, когда ограничения будут снятым. Ну, с нетерпением ждем 26 июня открытия Одинцовского историко-кореведческого музея. Светлана Геннадьевна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И надеемся увидеться с вами теперь уже в стенах Одинцовского историко-кореведческого музея. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.